В этом уроке я хочу рассказать об инструменте Point Reduction. Этот инструмент находится на панели Tools в разделе Draw, и он находится вот здесь, вызывается горячей клавишей R. Point Reduction в переводе с английского означает уменьшение количества точек. И мы с таким параметром уже сталкивались, когда мы с вами изучали Blob Brush, там был Point Reduction, который можно было установить, или Freehand, у которого в опциях есть тоже Point Reduction. Но, допустим, вы нарисовали что-то на холсте с помощью любого инструмента и не выставили заранее нужный параметр Point Reduction, и теперь вы хотите уменьшить количество точек. Либо просто вы решили почему-то, что вам точек нужно меньше. Тогда вы можете выбрать инструмент Point Reduction и с помощью вот такой кисти уменьшить количество точек. Ну, сейчас у меня на холсте ничего не нарисовано. Давайте я нарисую с помощью инструмента Freehand, ну, например, какую-нибудь форму. Сейчас у меня не получится большого количества точек, потому что я одновременно записываю экран, и компьютер просто не успевает прорисовывать много точек. Но все равно их достаточно много, даже если это, не знаю, лицо какого-то персонажа, то точек многовато. Потому что если я захочу вдруг повернуть теперь это куда-то лицо, да, вправо или влево, мне нужно будет каждую отдельную точку куда-то переставить и повернуть. Это достаточно трудозатратно, когда точек вот так много. Ну, я бы мог, конечно, воспользоваться инструментом Magnet, о котором я уже рассказывал, да, ну, и какие-то вот такие делать движения, но это совсем примитивная такая анимация, да, ну, ей пользуются, но не так часто. Чаще всего, когда мы рисуем лицо персонажа, мы не используем вот этот способ, да, нужно сделать очень точное количество точек, которые будут на лице персонажа. В данный момент их слишком много. Я просто выбираю инструмент Point Reduction. С помощью Alt я могу подстроить размер кисти, так, чтобы у меня, например, сразу же кисть могла убрать точки со всего лица и провести вот так вот. Обратите внимание, точек стало гораздо меньше. Ну, теперь точек, конечно же, маловато, но я могу исправить эту ситуацию, добавив их с помощью Add Point. В некоторых местах, например, вот здесь, вот здесь, возможно, понадобятся какие-то точки. Вот. Ну, и теперь будет мне гораздо проще анимировать вот такую форму, потому что количество точек уже не такое большое. У Point Reduction есть небольшое количество настроек. Это всего лишь вот эта иконка, на которой можно сбросить настройки на значение по умолчанию. И есть Brush Radius, то есть радиус кисти, который меняется либо вот здесь с помощью скроллинга, либо с помощью клавиатуры вводится какое-то значение, либо меняется, как я уже рассказал, с помощью Alt прямо на холсте. Нажимаю Alt, зажимаю левую кнопку мыши, как и во всех других инструментах, можно менять радиус. Вот, пожалуй, и все, что можно рассказать об этом инструменте. Используйте его, он очень полезен.